Сдержанно Данил Паленков отвечал на вопросы, но на самом деле есть. Действительно есть над чем работать, как ни груди, но все-таки игра в равных составах, повторю свою мысль, пока оставляет желать лучшего от Динамо. А мы с вами вспоминаем события этого матча, первый период, счет 1-0, и автором заброшенной шайбы становится Бонтус Одер. Было реализовано большинство, прекрасный сольный проход, который закончился идеальным по точности броском в ближнем верхнем углу ворота Ильи Коновалова. Да, великолепный, великолепный гол от Контуса Оберга. Борис заслуженно забрасывает первым в этом матче, потому что, ну, первые вот 10 минут до того, как Борис получил 4 минуты в пассив удаления, астанинская команда здорово смотрелась. Да, 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 потом 4 минуты большинства для Динамо. Одну попытку удалось реализовать Эрико Дэл Спитака после передачи Сидрика Пакета и Никита Гусева переправляет шайбу ворота Эдварда Паскуали. И вот, на самом деле, вот в этот угол сегодня влетело, получается, 3 шайбы от белоголубых Эдварда Паскуали. Да, здорово Динамо разыгрывает большинство, но здесь продавил пакет Питак, доставил шайбу на Оделло и 1-1 после первого периода. Во втором периоде Борис смотрелся, может быть, даже чуть похуже, стоя в плане скоростей. Но, тем не менее, второй период Борис выиграл за счет вот этих действий Романа Старченко, который доставил шайбу к чужому питаку. Дальше оказался в окружении двух игроков Московского Динамо. Абсолютно один Аркадий Шостаков нашел шайбу в этой толчее игроков. Бросил, попал в шлангу, рикошетом от Четков-Коновалова шайба заползла за линию ворот и Джордан Уилл уже доставал ее из-за лицевой линии. Да, 2-1 и получается 1-0 второй период за Борисом. Были хорошие моменты у Динамо, но Пускуали действительно тащил сегодня. В третьем периоде ожидаемо. Динамоцы большими силами побежали вперед. Алексей Кудашов перешел на игру в три звена, но в итоге в середине третьего периода вот такой неожиданный гол забивает Тельсон Ножге. Выигранное выбрасывание в средней зоне. Со входа в зону от синей линии Ножге бросил и попал в ближний верхний угол ворот Ильи Коновалова. 3-1 и, казалось бы, Борис должен был сыграть чуть повнимательнее. Однако остончане, по сути, сами подарили этот шанс московскому Динамо стать нарушать правила. Да, подарили этот камбэк, который динамовцы сделали благодаря своему большинству. Два удаления у Бориса и стопроцентная реализация у белоголубых. Джордан Уилл замыкает передачу Эрика Уделла с лицевой линии, сокращает отставание в счете до минимума. А затем удаление Александра Борисевича динамовцы также смогли реализовать. Никита Гусев делает подкидку. Посмотрите, идеальная подкидка. Шайба опускается точно в крюк клюшки 91-му номеру и тому оставалось лишь не промахнуться по пустому углу. Счет становится равным. 3-3 в овертаме. Данил Паленков приносит победу московскому Динамо. Да, поздравляем Динамо с победой. Но Борис тоже заслуженное очко набирает. И я думаю, что расстраиваться не надо. Играли сегодня останчане хорошо. И не за горами должна быть первая победа у команды Андрея Скобелкина. У московского Динамо впереди выездные матчи против СКА и ЦСКА. Борис же отправляется домой и будет ждать в гости адмирал и нефтехимик 16-го и 18-го. Продолжение следует...